Как цветет драцена, какие виды правильный уход? Драцена – популярное офисное растение. Маленькая домашняя пальма стала украшением интерьера. Она эффектно смотрится как в уютной квартирке, так и в большом производственном помещении. Ее полюбили за мощную энергетику, ведь недаром это красивое растение называют деревом счастья. Казалось бы, об этом удивительном дереве известно много, но как цветет драцена, знают они все. Увидеть цветение драцены в домашних условиях довольно проблематично. Все дело в том, что распускает бутон она очень редко. Какие разновидности цветут? Родрацен дракаяна включает 113 видов. У себя на родине в далекой Африке и Азии цветут все драцены, но в комнатных условиях лишь некоторые. Душистая дракаяна фраграна с своим названием обязана ароматным цветам. Именно этот сорт может порадовать наиболее частым цветением дома. Иногда после цветения ствол разветвляется на двое. Вырастает до двух метров, спокойно переносит низкие температуры до минус 10 градусов, довольно неприхотлива в содержании. Готцефа дракаяна готцефриана растет кустом, листья овальные с кремовыми вкраплениями. Цветы желтовато-зеленые имеют приятный аромат. Драцена цветения Деримская дракаяна Деримензис вырастает до полутора метров. Соцветия красного цвета источают резкий неприятный запах. Для любителей этого красивого растения утешением станет то, что цветение явление редкое, возможно потому, что оно очень медленно растет. Удивительно, на домашние пальмы Варнески из разновидности драцена Деримская цветет очень красиво. Выбрасывая длинные душистые метелки молочно-белого цвета. Окаймленная дракаяна марджината – самая распространенная и высокая из всех видов. На фоне оригинальной раскраски листвы лист зеленый с фиолетовой каймой цветки совсем неприглядные. Грязно-белые соцветия выделяют очень концентрированный едкий запах. Важно! Во время цветения нужно держать цветок подальше от детей и не оставлять в комнате на ночь. Необыкновенный аромат вызывает головокружение, может быть опасен аллергикам. Драцена окаймленная как часто цветет. В природе дикая драцена начинает цвести в молодом возрасте. Это происходит на 5-7 год жизни. Комнатные растения цветут только при создании комфортных условий. Явление почти невероятное. Сложно дождаться цветения, которое бывает раз в 7-10 лет. Цветы развиваются долго, больше года в пазухах листьев формируется цветонос. Некоторые виды душистой драцены радуют своим благоуханием каждые 3-4 года. Важно! Ключевое свойство драцены – быть зеленым фильтром. Она способна поглощать опасные пары веществ, такие как бензол, трехлоратилен и формальдегид, которые выделяются при отделке современных офисов. Условия цветения драцены. Чтобы драцена зацвела, нужно создать ей тропические условия. Сюда входят три составляющие. Температура от 25 градусов до 30 градусов. Влажность около 65%. Простор – высота 3 метра. Добиться африканской жары достаточно просто. Требует вынести растения на солнечную лоджию на весь летний период. При этом обязательно защитить от прямого попадания обжигающих лучей, чтобы не опалить листву. Пальмы любят частый теплый душ. В жаркие дни делать это можно несколько раз. Для лучшего увлажнения рекомендуется ставить цветочный горшок в широкий поддон, заполненный керамзитом либо галькой. В маленьких душных помещениях у растения не будет никакого желания цвести. Высокие потолки, свободное пространство, вместительный горшок дадут стимул для цветения. Обратите внимание, для драцены маргината условий для цветения можно не создавать из-за их резкого запаха. Лучше наслаждаться созерцанием красивой здоровой листвой. Фраграна сможет свести двумя видами цветов – белыми или маленькими светло-зелеными цветочками. Пропустить это событие невозможно. С наступлением сумерек начинает распространяться душистый букет всевозможных запахов. Благоухание жасмина, сирени, меда, свежескошенной травы с нотками терпкости вызывает чувство торжества и восторга. С рассветом цветочки опадают, аромат исчезает и праздник заканчивается. На протяжении месяца это повторяется каждый вечер. В тропических лесах драцена дерево привлекает своим неистовым запахом насекомых и калибри. Они прилетают, чтобы полакомиться сладким сиропом, огромные капли которого стекают по стволу и листьям. Как цветет драцена? Как часто поливать при цветении? Многие считают, что драцена – это пальма. На самом деле это многолетний кустарник, хоть и вечно зеленый, но малоцветущий, любящий обильный полив. Поливать во время цветения следует, как в обычные дни. Учитывая, что период цветения приходится на конец лета, стоит внимательно наблюдать за увлажненностью почвы. В сухую жаркую погоду полив требуется частый без пересыхания земляного кома. Следует стараться не допускать ни перелива, ни застоя влаги. Листья при избытке влаги покрываются коричневыми питнами, скручиваются, желтеют. От недостатка полива их кончики и края сохнут, желтеют и опадают. Важно! Во время полива нельзя оставлять воду на листьях, чтобы не спровоцировать ожог. От качества воды зависит здоровье и драцена и возможность цветения. В неочищенной воде часто присутствуют в ремесе химических веществ, особенно – фтора. Узнать о накоплении этих веществ можно по образованию светлых пятен на листьях растения, чаще с нижней стороны. Это приводит к таким заболеваниям, как хлорус и некроз. Поэтому воду для полива отстаивают, фильтруют, добавляя древесный уголь. Другие нюансы ухода. Драцены – самые неприхотливые растения. Уход за ними несложный, не занимает много времени. Вот главные моменты – постоянно опрыскивать водой комнатной температуры, устраивать душ, беречь от сквозняков, регулярно проветривать. Обратите внимание, вместо опрыскивания достаточно ежедневно протирать листья влажной салфеткой или губкой. Это поможет предотвратить появление вредителей. Цветок драцена – что приносит в дом, как ухаживать. Цветение драцены – поскольку оно бывает довольно редким, связано с некоторыми приметами. Многие верят, что драцена способна разрушить плохую энергетику дамы и очищать ее от негативных влияний. Она может принести любовь и семейное счастье, восстановить гармонию в отношениях, воссоздать уют и особый микроклимат. Считается, что период, когда растение готовится зацветать, притягивается удача. В это время будет сопутствовать успех в финансовых делах, карьерном росте или просто повезет в лотерии. К сведению, говорят, если волнолуние срезать веточку драцены и посадить в горшок, то в семье будет мир и лад. Если повезет увидеть цветение драцены, нужно поделиться этой радостью с близкими, подарив им частичку этого чуда. Сделать это просто. Размножение растения происходит черенками. Необходимо отрезать верхушку на 10-15 см ниже листьев и посадить после небольшой просушки во влажную смесь, состоящую из равных пропорций песка и торфа. Выращивать цветок следует в теплом месте. Защитить от сквозняков можно тепличкой из полиэтиленового пакета, не забывая проветривать. Удаление черенка. Нижняя часть растения, которая осталась в горшке, присыпается активированным углем, а горшок ставится в темное, но теплое место. Стоит не поливать до тех пор, пока на стволе не тронутся спящие почки. Если стеблей получится много, часть можно срезать и высадить отдельно. Обрезку лучше проводить во время активного роста дерева, весной или летом. Какую часть нести на подарок каждый цветовод решает сам. Ухаживать за драциной во время покоя период с осени и по весну совсем просто. Поливать только, когда подсохнет почва. Подкармливать достаточно одного раза в месяц с половиной дозы. С началом роста в летний период увеличить подкормку до двух раз в месяц удобрениями для пальмы драцен. Цветущие комнатные растения драцена. Домашняя пальма драцена. Красивое и стильное растение. Простой уход за ним подарит массу положительных эмоций, вершиной которых станет необыкновенное цветение удивительного дерева. Красивое и стильное растение.